Слава Богу, братья и сёстры! Сегодня воистину историческое событие. Бог ничего не делает просто так, братья и сёстры. Во всех делах Бога есть смысл и есть цель. И да будет имя Его благословенно, чтобы мы были во всех намерениях Бога в том состоянии, в котором мы будем способны достигать Божьей цели. Слава нашему Господу! И вот, друзья, я хотел бы напомнить о благословенном человеке, об Аврааме. Когда он вышел из дома родства своего, он уже был очень богатый человек. И Бог его немало благословил материальным благословением. Но однажды, друзья, Бог заговорил с Авраамом и сказал ему, «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими, после тебя, в роды их завет вечный, в том, что я буду Богом твоим, и Богом потомков твоих, после тебя». Дорогие друзья, это был завет, при котором Бог говорит, «Я буду твоим Богом». Не просто я буду Бог далеко от тебя, в которого ты будешь молиться и знать, что где-то на небесах есть Бог. Но после этого завета я стану твоим Богом. И после этого, Авраам, ты будешь иметь право говорить, «Мой Бог». Не просто Бог, который далеко, а «Мой Бог». И заметим, друзья, что это благословение, которое получил Авраам, отделяло его от всего того общества, в котором он жил. Авраам стал единственным человеком, живущим на земле, в то время, дорогие друзья, который удостоился этого действия Бога. Но когда мы с вами читаем книгу, которую написал апостол Павел, друзья, это послание Галатам, в третьей главе сказано, «Так Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность». «Познаете же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание провидия, то есть предвидия наперед, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Итак, то благословение, которое некогда получил Авраам от Бога, в себе содержало место большое, чтобы туда поместились все народы земли. Это был завет, когда Бог, друзья, заключал с Авраамом. И в этом завете было сокрыто очень много благословений. И сегодня мы, живущие в 21 веке, друзья, мы вошли в благословение Авраама, но вошли туда только одним путем. Это и есть путь веры. Другого пути получения благословения не существует. Знаете, мы можем сегодня много слышать хороших проповедников. Мы можем сегодня восхищаться чудесами и знамениями. Мы можем, друзья, размышлять о каких-то великих философских размышлениях. Но если в нас нет веры, мы никогда не войдем в Божье благословение. Вопрос веры – это начало Божьих действий в нашей жизни. Вопрос веры – это содержание нашей духовности. Вопрос веры – это наше будущее. Без веры у христианина нет содержания. Без веры у христианина нет пути. Без веры у христианина нет будущего. И так Авраам поверил Богу. И Бог стал его Богом. Он стал праведником Авраам. А с праведником Бог имеет общение. И вот сегодня наш вопрос – мы хотим благословения от Бога. Потому что без этого благословения мы ничем не отличаемся, друзья, от мирских людей. И Бог благоставляет всех верующих в Него. И так я хочу благословения. Но передо мной Бог поставил вопрос веры. Здесь собрались все верующие люди. Но как ты веришь в Богу? Как я верю в Бога? Верю ли я, что просто есть Бог за облаками, и Он все видит и слышит? Как некогда Иисус Христос спросил и сказал, за кого почитают Меня люди? И потом спрашивает, а вы за кого почитаете Меня? За кого вы почитаете Меня? И Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть ты мой Бог. Ты наш Бог. Мы стали одно с Тобою. Мы вошли в Твое благословение. Мы верим в Твои слова. И мы хотим идти за Тобою. Итак, первое понимание веры, что там где-то далеко есть Бог. Но второе понимание веры, что Бог во мне. И Он мой Бог. Аллилуйя. И Его слова пребывают во мне. И Его сила пребывает во мне. Его обетование – это часть моей жизни. Его сила управляет моим хождением, моим служением. Он стал близок для Меня и для каждого из нас. И теперь этим верующим людям Христос говорит, все я с вами во все дни до скончания века. Я с теми верующими, которые считают Меня своим Богом. Пройдешь ли ты через огонь, Он говорит, Я с Тобою. Войдешь ли в реку, воды не потопят тебя. Потому что я крепко держу тебя за правую руку. Я твой Бог. Я держу тебя за правую руку крепко. Дорогие, кто сегодня не хотел бы иметь такое благословение, чтобы Бог крепко держал нас за руку? Он наш Бог. Аллилуйя Ему. Мы так в Него верим, что Он рядом со мной, Он в моем сердце, Он царь моей жизни, Он правитель моей судьбы. И вот перед нами, друзья, это сложная задача сегодня. Как сохранить себя в вере? Первая. И вторая задача. Бог сказал Аврааму, что это завет с Тобою и с потомками Твоими. То благословение, которое мы сегодня имеем, друзья, оно не только наше. Нам нужно это благословение передать нашим детям. Будем передавать или нет, братья и сестры? Или мы сами спасемся и все хорошо? А что там с детьми нашими будет, это не важно. Итак, перед нами, друзья, первый вопрос. Как сохранить себя в вере? Как сохранить себя в вере? Против нашей с вами веры дьявол поднимает очень много сил. Против нашей с вами веры, дорогие друзья, ведется большая война в духовном мире. Для того, чтобы человека лишить веры, нужно его переубедить, что Бог его любит. И дьявол приносит мысль к христианину и говорит, Бог тебя не любит. Он строгий Бог, он жестокий Бог, он столько требует, но тебя не любит. Вот посмотри, вот тот хорошо живет, ты плохо живешь. Ты, посмотри, тут один раз помолился и все получил. А ты уже год молишься, ничего не получаешь. Бывают такие мысли? Бывает. Цель этих мыслей убедить христианина, что Бог тебя не любит. Да, Он есть, но Он тебя не любит. Он любит твою сестру, Он любит вот ту, того брата, ту сестру любит, но тебя не любит. Я хочу сегодня этот вопрос направить ко всем нам. Веришь ли ты, что Иисус Христос любит тебя? Верите в любовь Иисуса? Что Он лично вас любит. Не просто всех, не просто мир любит, а я могу сказать, Он меня любит. Он настолько нас любит, братья и сестры, что Он каждый день, совершая богослужение на небесах, произносит наши с вами имена. Он ходатайственное служение совершает, слава Ему. Для нас это каждый день, но на небесах этих дней нету, друзья. Там Божье время, там Божье мирило. И так, да благословит сегодня Господь всех нас с вами. Мы любимы Бога. Независимо от того, мы сегодня в испытаниях, в трудностях, в нищете, в трудных обстоятельствах, или у нас вообще нет никаких проблем, Бог нас любит. И в Божьей любви мы не должны сомневаться. И апостол Павел говорит, кто отлучит нас от чего? От любви Христовой скорбь, или теснота, или гонение. И когда в твою жизнь приходят трудные времена, помни, Бог тебя все равно любит. Слава Господу. Второе, дорогие друзья, что сегодня атакует веру христианина, это мои личные понятия. Недавно мы едем на машине, и водитель, у нас разговор о Боге завязался, и он говорит, ну, ты понимаешь, каждый из нас по-своему верит. Говорю, очень хорошо. Давай представим у нас в городе, сколько машин. И пусть каждый водитель по-своему едет. Что это будет? Ну, это будет хаос, невозможно. То есть есть единое правило, по которым устрояется движение на дорогах в городе, или еще где-то. И если человек не учился, и говорит, я так понимаю, что это главная дорога, а там написано, уступи дорогу, или там знак такой, уступи дорогу. Вот, а я так понимаю. Тогда будет авария, будут катастрофы, будут ущерб, большие проблемы. Итак, когда мы говорим, друзья, о вере в Бога, должно быть одно вероучение. Должно быть евангельское вероучение. Не как я понимаю, а как написано. Чего требует от тебя Господь? И если я и ты, и все мы с вами, друзья, пребываем в понимании воли Божьей, так как сказано, мы имеем успех. Успех в семье, успех в церкви, успех в наших духовных вопросах. Бог с нами. Итак, вера наша зависит, дорогие друзья, от того, как мы относимся к Богу, и как мы относимся к Его Слову. Но сегодня существует большая проблема. Христиане перестали читать Библию. Христиане перестали читать Библию. Они приходят в церковь, они по интернету смотрят проповеди, они восхищаются чудесами и знамениями, хорошими проповедниками, но сами не читают Библию. Без Слова Божьего нет веры, братья и сестры. Нет веры без Слова Божьего. Что хочешь делать? Если ты не читаешь Библию каждый день, твоя вера рано или поздно разобьется. Если ты не вникаешь в Слово Божье каждый день, твоя вера поломается. Другого пути сохранения веры, как только через Слово Божье, не существует. Проблема современного христианства заключается в том, что авторитет Евангелия, авторитет Слова Божьего сегодня обесценивается. И мы можем видеть сегодня много хороших книг на наших полках, христианских книг. И мы можем их часто читать. А Евангелие один раз в месяц. Или один раз в неделю. Итак, друзья, да поможет нам Бог. Если ты хочешь свою веру сохранить и прибыть в вере до конца победителем, сия книга закона не должна отходить от уст твоих. Но поучайся в ней, говорит Библия, день и ночь. Слава нашему Богу. Потому что это Слово Бога, оно имеет в себе силу и при мудрость Бога. Бог открывает себя нам через свое живое Слово, друзья. Через откровение Слова приходит откровение Боге. И мы познаем Бога через Его Святое Слово. И мы познаем Бога. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok